Вы подумаете, что это фотошоп или монтаж, но нет, это новые пасхалки от разработчиков. Приятного просмотра. Ну а чтобы получить данные замечательной керамбитскрэйч, тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, посмотреть видео без перемоток. И в-третьих, напиши любой хороший комментарий плюс твою ID. Всем желаю удачи. Как обычно, залетаем на G-стендов и крутим барабан бонусов. Также по моему промокоду вы получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также добавили бесплатные подарки. За пополнение. Пополняешь просто баланс и получаешь подарки. Первые три скина вы получаете бесплатно при пополнении в 300 рублей. Также, ребята, есть очень крутые конкурсы на ножи, на голду и так далее в группе ВК. Всем нужны ссылочки, есть описание. Также при пополнении вводи мой промокод и получай 35% пополнения обратно. Здарова всем, ребята, Акентовка на проводе. И прямо сегодня я расскажу о самых крутых, самых новых и самых нереальных пасхалках. Так что присаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Ну что же, первая пасхалочка связана с этим замечательным брелочком очпочмак или эщпочмак. Многие называют по-разному. Что же это такое? Это национальное татарское блюдо, ребят. Посмотрите, как оно все аппетитно и красиво выглядит. Вы спросите, а кем-то пока, а в чем же пасхалка? Смотрите внимательно. Когда нажимаю на брелок снизу, у меня есть кнопочка применить. Когда нажимаю на этот очпочмак, тут есть кнопочка ЛРГ, что на татарском означает применить. Я, ребята, сам, когда первый раз видел, я был в шоке. Я написал разработчику и говорю, что же это такое? Он говорит, братуха, это на татарском означает применить. То есть такая небольшая пасхалочка, то есть брелок самобычный, можете применить, надеть куда вы хотите. Как по мне, очень круто. Я очень рад, что разработчики добавляют хоть небольшие, но все-таки пасхалки. Ну что же, пасхалочка номер 2, что же нам необходимо сделать, дабы увидеть вторую пасхалку? Мы, ребята, приходим в инвентарь, тут есть история матчей, нажимаем на совершенно любой матч, и нам необходимо нажать на матч. Ну именно вот туда, вот вверху, видите, видите, вот туда нажимаете, и да, можно ввести любой матч, который вы хотите. И давайте-ка мы прямо сейчас найдем самый первый матч, и вам всем интересно. Давайте-ка, я ввожу цифру 0, посмотрим, найду, что это я или нет, а ну-ка. О, смотрите, матч номер 1 не найден, обалдеть, прикольно. Так, а теперь давайте попробуем найти матч номер 1, кто же это был, и что за матч? А ну-ка, вау, это два разработчика, это два разработчика, посмотрите. Мы только что нашли профиль разработчика, у него медаль 2021 года, так, у него онлайн. У него онлайн 292 часа, и кд 1486, ничего себе, вот это разработчик задрот. А история матчей, ааа, одни поражения, вот это он нуб. Так, ребят, теперь посмотрим на этого LQA. Насколько я знаю, это тестер, он даже стоит в клане тестеров, если бы, если я щит надвинусь, видите, надпись тест 2, а пупеть. Так, ребят, ну что же, смотрим дальше. Тут есть процент побед, 63%, о, вот этот тестер уже играет хорошо, у него ранг элита. В принципе, ММР почти такой же, как и у меня, кд 143, ну ничего себе. Так, ребят, а теперь я хочу найти матч номер 2, то есть первый матч, это были разработчики. Матч номер 2, кто же это? Это опять же разработчики, холд джевел, а кто и такой? А этот парень уже состоит в другом клане, ничего себе, ребята, это еще один тестер или разработчик, а пупеть. У него ранг сильвер 1, блин, братан, ну ты еще плохо играешь, если еще набирай меня, я тебя тренирую. Кд 0,27, он что там, АФК стоял или что? А пупеть, братуха, у тебя явно проблемы с кд. Ооо, а тут он получил 115 ММР, что? Что? Разработчик получил 115 ММР? А как такое возможно? А как такое возможно? Что надо сделать, чтобы получить 115 ММР? Я тоже так хочу. Блин, ребята, мне уже прям страшно немножко стало, но что же, ввожу циферку 3, и кто же тут? А тут, ребята, уже махач 5 на 5. И опять же, я вижу, что тут есть тот самый разработчик. Слушайте, ребят, видите, у него даже буквенная ID. А вдруг тут вообще вот эти все люди, вдруг они все разработчики? Вот я смотрю. Слушайте, это чел с клана Энкора. У него 100% побед. А походу... Не понял, подождите. А как это у чела 100%... А как это у чела вообще легенда? И у него кд 0.39. И не хочу, а чпочмак. Не, ребят, походу, все-таки это реально клан разработчиков. И они просто махались 5 на 5. А, пупеть, ребята, что происходит? Я просто в шоке. Да, тут у парня один единичка начинается. Скорее всего, это тоже какой-то разработчик. Блин, ребята, это просто балдеж. Так, тут опять парень с клан Энкор. Тут опять тестер, которого мы уже все с вами знаем. Так, Эмки, кто я такой? Это, ребят, обратно парень с клан Энкор. А как вы знаете, Энкор это то ли разработчик, то ли около разработчик. Ну, тоже какая-то шишка. По всей видимости, ребят, это тестеры и разработчики поделились и играли 5 на 5. Ну, а сейчас мы просто будем в шоке, ребята, посмотрите. 27 октября вот этот тестер LQA Hold Jewel получил минус 2000 ММР. Минус 2000. Мне просто плохо. Я не знаю, что они делали. Не знаю, зачем, но минус 2000 ММР. Ребята, это просто что-то нереальное. Ну, а только что я, ребятки, ввел матч номер 50. И я решил вам показать небольшой нюанс в этом профиле. Это тоже какой-то или тестер, или разработчик. Посмотрите, у него КД 0.06. Это самое низкое КД, которое я видел в своей жизни. И у него легенда. Как так-то? Ну, что же, для следующей нашей пасхалочки вам, ребят, необходимо посмотреть на этот скин. Это тот самый удаленный J-Dos 2 Casual. Я очень надеюсь, что это не концепт, но люди, у которых мне скинули данный скрин, говорят, что они лично увидели в игре. Я вам скажу так, опупительный пистолет. Я бы назвал как-то J-Dosonic Romancer. Как по мне, нереально крутой. Ну, а прямо сейчас я покажу еще одну пасхалку. Я вам скажу так, если вы о этой пасхалке ничего не знаете, то мне не о чем с вами говорить. Потому что, ребята, это тот самый удаленный конь. Прямо сейчас внимательно посмотрите, ребят. Если вы знаете этого коня, прямо сейчас хэштег верните коня обратно. Потому что, ребята, только олдфаги помнят этого коня. Раньше этот конь был вместо бочки на меду. Но его, к сожалению, убрали и запрятали за пределами карты. Но тоже очень круто и чувство ностальгии у меня всегда возникает, когда я смотрю на этого коня. То, что я покажу вам дальше, это 100% не концепт. Просто многие из вас его не знают или забыли или не помнят. Ребята, это тот самый АКР-28. Это тот самый АКР, который разработчики добавили очень-очень давно, но потом почему-то убрали. Блин, ребята, просто посмотрите на эту малышку, какой же он красивый. Честно говоря, я бы с радостью с ним играл. Тем более, он из Nemless коллекции. Ребята, это просто что-то с чем-то. Я не понимаю, за что и почему его убрали. Потому что сейчас нету ни единого АКРа с Nemless коллекцией. Но раньше был, блин, как обидно. Ну, а прямо сейчас, ребята, обратите ваше внимание на Desert Eagle Morgan. Что же он вам напоминает? Если он вам ничего не напоминает, то, скорее всего, вы в стендов играете меньше двух лет. Потому что раньше это был не Desert Eagle Morgan. Это был, внимание, Desert Eagle Cat Morgan. И люди его покупали в 2018 году за 30к голды. Ребята, это не концепт, это реальный скрин. Это все по-настоящему. Потом разработчики этот скин переименовали. Честно говоря, ребята, это очень круто. И прошлое название мне нравилось куда уж больше. Кэп Морган. Блин, ребят, ну реально классно же. Ну, а прямо сейчас, ребята, будет небольшая пасхалочка. О самом крутом скине, который вы когда-либо видели. Это AVM Treasure Hunter. Если мне не изменят память, то шансы выбить 1 к миллиону. Просто представьте, насколько же большая редкость этот скин. И я его выбил. Так что, ребята, пожалуйста, поставьте лайк. Просто за такие крутые пасхалки поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. И напишите любой хороший комментарий. Ну, а если люди попасть в прокачку, то я вас всех жду в моем Дискорде. Потому что именно там выбираю людей для прокачки. Или в моем Инстаграме. Ссылка тоже в описании. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.